Друзья, совсем недавно мы проводили тесты различных древних доработок автомобиля в виде картонки и автоодеяла. Так вот, тогда в комментариях многие писали про автозапуск, и я был просто в шоке от того, чем занимаются люди. Так вот, сегодня разберем все, от и до. Начнем, я думаю, издалека, и немного вспомним предыдущие тесты, точнее, когда я показывал вам автоодеяло. Как выяснилось, на практике от него пользы практически нет. То есть, с одеялом двигатель остывает медленнее на жалкие 2 минуты. Я сначала сам не понимал, как такое может быть, ведь мозг этого просто не воспринимает. Мы утепляем сверху двигатель, и тепло должно подниматься вверх, и, соответственно, лучше сохраняться. Но на практике этого не происходит. Но когда я начал более детально это анализировать, то все встало на свои места. И чуть позже я объясню, почему от одеяла пользы быть не может, и как правильно утеплить двигатель, для того, чтобы он лучше сохранял тепло. Но сегодня тема у нас немножко другая. Ну, а точнее, сигнализации с автозапуском. Меня просто поразили высказывания огромного количества водителей в комментариях. Они пишут, что без одеяла двигатель за ночь запускается по температуре с автозапуска около 7 раз. Ну, а с одеялом 4-5 раз. И тем самым одеяло помогает им якобы экономить топливо. Я даже не знаю, как это можно прокомментировать. Во-первых, как можно делать какие-то сравнения в разные дни и ночи? И почему вы думаете, что это заслуга одеяла? Но об этом позднее. Меня больше поразило то, как люди пользуются современными технологиями. То есть сделали им сигнализацию с автозапуском по температуре. И все, двигатели начали молотить в холостую часами. Я, конечно, никого не хочу сейчас обидеть, но вы должны задуматься над тем, как вы пользуетесь такими технологиями. Ведь максимальный износ двигателя идет именно в холодные запуски. А вы делаете таких запусков по несколько за ночь, причем в холостую. То есть один пуск двигателя на морозе, это практически то же самое, что вы бы проехали 180 километров. Представьте, какое количество моточасов наматывает ваш двигатель, просто запускаясь по температуре. Плюс вы еще запускаете двигатель перед поездкой и куда-то ездите. Получается, каждую неделю необходимо менять масло. Ведь на морозах топливо сгорает очень плохо. И огромное количество углеродистых отложений попадает в это масло и заполняет его. Ну а как вам известно, все эти отложения очень абразивные. А фильтры забиваются очень быстро. И, соответственно, все остальные частички начинают точить ваш двигатель, как напильник. Но я очень сомневаюсь, что вы меняете масло каждые 7 дней. Далее идет огромное потребление топлива. Ведь всем известно, что в холодные запуски расход идет достаточно большой. В зависимости от объема двигателя это 0,5 либо 1 литр. Я уже не говорю, что вы очень быстро убиваете стартер и аккумулятор. Да и вообще с расходов на бензин можно было уже давно поставить предпусковой подогреватель. Если уж вы живете в таких суровых условиях. Да и есть масса других дешевых способов, которые позволят согреть двигатель. Но это ладно, представьте вообще, какими будут моторы после пробега 20 или 30 тысяч. То есть по моточасам у них пробег будет схожий, как будто бы они прошли 200 тысяч. Ну а потом начнутся какие-то проблемы и, соответственно, такую машину начнут продавать. Ну а новый владелец, ничего не подозревая, купит такой автомобиль. И совсем с небольшим пробегом надеясь на то, что он еще будет долго служить. Ну а по факту двигатель-то уже свое отжил. Отсюда следует вывод, что не нужно так бездарно пользоваться новыми технологиями. Ведь запуск нужен только перед поездкой. Тем более по новым правилам прогревать двигатель более 5 минут в жилых зонах запрещено. Причем многие ставят температуру запуска минус 18, либо минус 20. Так, друзья, при такой температуре даже на масле 10W40 с уставшим аккумулятором двигатель легко запустится. Если же вы так опасаетесь, что с утра у вас машина не заведется, то залейте масло 0,30. Ну а если допуск позволяет, то вообще 0,20. И таким образом она даже в минус 45 будет запускаться с полоборота. Для чего все эти странные действия с запуском по температуре? Я этого вообще не понимаю. Если же температура опускается еще ниже, то хотите или не хотите, вам все равно придется ставить предпусковой подогреватель. Если, конечно, вам важен ресурс вашего двигателя. Еще кратко про одеяло. Многие писали, что в минус 15 от него нет никакой пользы, а вот в минус 40 оно уже начинает работать. Давайте представим такую ситуацию. Выходите вы на улицу в минус 15 в одной кофте и понимаете, что вам холодно. Ну думайте, ничего страшного, в минус 40 выйду будет теплее. Так вот, это точно такое же сравнение. Задумайтесь об этом. Надеюсь, друзья, у меня получится избавить многих людей от вредных привычек, которые убивают ваши автомобили. Как более достойно утепли двигатели, как уже сказал, покажу в следующих выпусках. Ну а также сделаем и другие интересные доработки. Я так понял, эта тема очень актуальна. Ну а кому сегодняшнее видео было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был, как всегда, Денис Механик. Спасибо за внимание. И пока.